всем привет с вами канал все про android и сегодня речь пойдет о вирусе вернее об эксплойте который недавно появился нашумевший эксплойт который использует выязвимости скажем так ваших android устройств и может навредить всем пользователям на android начиная с версии 2 и 2 то есть вирус называется stage fright вот я установил программку которая поможет определить уязвим ли ваш смартфон для данного эксплойта в дальнейшем будем называть его вирус чтобы было понятно обычным рядовым пользователям скажем так что при просмотре мультимедийных сообщений этот вирус может строиться в вашу систему и получить к вашим получить доступ к вашим данным в общем принести определенный вред то есть злоумышленник через этот эксплойт получит доступ к вашему android устройству даже может получить доступ для открытия root прав в общем вреда может нанести огромное количество поэтому сегодня мы рассмотрим как с ним бороться не знаю правильно звучит это слово android вернее google обещал выпустить заплатки для всех смартфонах насколько я знаю что samsung и lg уже начали выпускать обновления так что если вы владелец нерутированного устройства принимайте обновление устанавливайте на свои смартфоны ну конечно же проверяйте что это уведомление пришло вам по воздуху и именно от производителя вашего android устройства мы сейчас рассмотрим какие предварительные меры нужно принять для того чтобы не подхватить эту дрянь и не дать злоумышленнику доступа к вашему android устройству первое это можно будет скачать утилиту которая называется stage fright detector и установить на свой android смартфон я уже проверял смартфон есть у меня эта дырка все очень просто достаточно запустить данную утилитку и подождать пока пройдет тест она протестирует ваш смартфон или планшет в общем любое принципе устройство tv приставку насколько я знаю что в первую очередь уязвимость попадает через ммс сообщения я потом расскажу как предотвратить вот на версиях android по моему с 4 и 3 уже была возможность автоматического открытия ммс и сохранения их поэтому вот эта уязвимость она особенно страшна владельцам android устройств на которых есть автоматическое открытие мультимедийных сообщений для версии 2.2 по моему этого нету но вдруг вам приходит какое-то ммс от неизвестного вам контакта не открывайте его лучше удалите чтобы уберечь свой смартфон сейчас пока идет тест я расскажу в принципе это надо показывать вот тестирование прошло видите что есть уязвимость на моем смартфоне поэтому мы сейчас предпримем определенные действия вот по сути эти дыры через которые может злоумышленник получить доступ к вашему android устройству мы сейчас перейдем настроечки мультимедийных сообщений и я расскажу что предварительно сделать для того чтобы данная дрянь не прицепилась к вам первое еще раз хочу сказать что он может получить не только через ммс сообщение а также через просмотр видео на каких-то сайтах поэтому пользуйтесь пока не получили заплатку пока не протестировали свой смартфон на данную на дырку вашей операционной системе на эту уязвимость аккуратно просматривайте видео если вы не знаете сайта то лучше на него не заходите и не смотрите видосы потому что как я уже говорил может получить доступ злоумышленник вашему смартфону даже через встраивание в видео данного эксплуата новости взята мной с сайтов у пда поэтому если какие-то неточности кто-то обнаружит все претензии к сайту 4pda итак мы обнаружили что на смартфончик уязвим и первое что надо сделать это перейти в настройки вашего ммс сообщения все это сделать можно будет открыв обычно сообщение и перейдя в настройки в настройках необходимо перейти подкладку мультимедийные сообщения и вот здесь выбрать галочку автозагрузка снять вот эту галочку для того чтобы мультимедийные сообщения они же ммс автоматически не загружались на ваш смартфон и поскольку если она загрузится она будет открыта и возможно exploit будет активирован на вашем android устройстве я бы еще порекомендовал снять галочку с получать рекламу поскольку чем черт не шутит возможно ммс придет от какого-то рекламодателя вы посмотрите и подхватите данную дрянь вот первое такие два условия это снять галочку в подкладке мультимедийные сообщения для того чтобы предварительно хотя бы как-то уберечься от данного как я уже говорил exploit она у вируса и ставьте программку проявляйте проверяйте извините на уязвимость программку можно будет скачать по ссылке в описании видео и как я уже говорил старайтесь не просматривать видосы на вашем смартфоне или планшете с неизвестных источников а я в общем-то на этом на сегодня буду заканчивать подписывайтесь на канал оставляйте комментарии до новых встреч